Егоревский центр реабилитации инвалидов Чайка начал свою работу в 1995 году. Два года спустя здесь была организована программа «К независимой жизни» для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Методика, по которой она проводится и по сей день, разработана в Швеции. В Россию ее привез основатель фонда преодоления Дмитрий Синюков, который и сам передвигается на коляске. В числе первых студентов стационарного отделения Чайки на курсах реабилитации оказался Игорь Бабакин. Уже много лет он является инструктором и специалистом по профессиональной ориентации инвалидов в центре. А тогда, 20 лет назад, он заново учился жить после автоаварии. Весь накопленный опыт Игорь передает другим ребятам. Ну, хитрости, исходя из своего опыта, конечно, вносишь какие-то немножко свои. Но основное все это передается из поколения в поколение, как бы говорится. И... А тут добавить-то нечего. Мы передаем информацию о средствах реабилитации, о том, что можно жить, о том, что можно развлекаться, о том, что можно строить семьи, заниматься спортом, трудоустраиваться. У нас есть профессиональный психолог, который работает с ребятами. Ну, и сами мы с ними общаемся, разговариваем. Они понимают, что вот мы такие же колясочники, и мы можем. Значит, они могут. То есть они могут... Начинают верить в себя. Они приезжают домой и уже своим родственникам показывают, что вот он я. Такой самостоятельный. Я могу, я хочу. Ты здесь, перво на перво, приобретаешь навыки, которые необходимы в жизни. Так как у нас, ну, не везде, не во всех городах есть доступная среда. Делается, конечно, это все, стараются, но не в полной мере. А те люди, которые живут в деревнях, там, в поселках, у них вообще нет никакой доступной среды. Поэтому вот Чайка, она очень помогает таким людям, чтобы они справлялись с этими трудностями. Я сам общественный деятель. Я вхожу в Координационный совет города Ногинска по делам инвалидов, молодежный совет. Я ежегодно участвую в губернаторской премии в 2013 году. Я был удостоен диплома первой степени. Попав сюда, конечно, я понял, что я практически ничего не умею делать. За исключением, да, немножко стоять на балансе, балансировать. Вот, и, как бы, окунувшись в эту атмосферу, познакомившись с ребятами, с классным инструктором, потихонечку начал обладевать этим по езде на коляске активного типа. И потом со временем научился самостоятельно, как бы, справляться с трудностями преодолевания бордюров, пандусов, лесенек, ступенек. Прежде всего, я научилась свободно перемещаться в городе, потому что у нас все-таки очень такая агрессивная среда в городе. Не везде есть пандусы, не везде тебе помогут втолкнуть или вытолкнуть, да, элементарно какие-то маленькие бордюры проехать. Даже вот магазин элементарно, да, заехать какой-то бордюр, ты его не можешь преодолеть, стоишь, кого-нибудь ждешь. Тем не менее, здесь мы этому всему учимся, и можно преодолеть, и ты становишься более самостоятельной, более, наверное, адаптивной к жизни. Есть друзья, да, они тебя понимают. Но те люди, которые ходят, скажем так, да, они все равно не совсем глубоко, наверное, понимают все проблемы колясочника. А здесь ты приезжаешь, ты приезжаешь, и вокруг тебя такие же люди, они тебя так же понимают, и понимают все твои проблемы абсолютно, то есть со всеми, с которыми ты сталкиваешься. И здесь ты отдыхаешь. Освоить технику преодоления препятствий за две недели, которые длится один заезд в центре, задача вполне посильная. Дальше идет отработка навыков и оттачивание мастерства. Для того, чтобы подопечные не боялись новых преград и могли в будущем справиться с ними один на один, руководство реабилитационного центра организовывает выезды в город. Что ты говорил про тот пандус на той стороне? Там очень крутой пандус, но я нашел способ туда подняться, но тяжело, конечно. Что за способ? Ну, можно, конечно, показать, но неохота руку рвать. А, то есть это все... Насилие, насилие. За счет таких прогулок решаются сразу две задачи. Проверка наличия барьеров и пути их возможного покорения, а также информирование администрации округа о найденных нарушениях в доступной среде города. Такие рейды находят отклики в СМИ, что приводит к более высокой информированности населения о проблемах инвалидах, а значит, к большей доступности среды. Чтобы эти люди, люди с ограниченными возможностями, имели такое вот право и вот такую свободу реализовать все свои потребности и нужды. То есть, причем это касается не только каких-то социальных услуг, предприятий социальных, но и какие-то свои ежедневные потребности. То есть попасть в магазин, что-то купить. С этой целью мы и организовали небольшую акцию. На протяжении всего реабилитационного курса в «Чайке» его участники получают не только физическую и моральную поддержку, но и медицинское сопровождение, которое включает в себя витаминотерапию, массаж и лечебную физкультуру. Обязательно это наличие инструктора ЛПК. Нам очень повезло. Пришел хороший специалист в центр, до этого его не было. И сейчас многие люди, которые покидают центр, они стараются еще раз попасть к нам, для того, чтобы провести именно занятия с этим специалистом. Надо сказать, что такая общая борьба с трудностями сильно сближает. Как показывает практика, ребята, попавшие в один заезд, продолжают общаться вне центра и становятся хорошими друзьями. Приезжая на курсовую реабилитацию снова, активно включаются в работу и посещают всевозможные кружки. А иногда примеряют роль педагогов и организовывают собственные мастер-классы, где делятся опытом с другими участниками заезда. Всегда есть с кем поговорить, с кем встретиться, погода, если хорошая. Психолог у нас замечательный. Получается, до ужина время свободного особо дня. Официально участники заезда именуются получателями социальных услуг. Но на самом деле ребята давно считают, что вместе с сотрудниками центра они большая и дружная семья, которая раз от раза становится больше и крепче. Именно поэтому вечера в честь закрытия заездов получаются такими теплыми и душевными. Со сцены звучат любимые песни в исполнении самих ребят, которые уповествуют о том, что еще одна смена подошла к концу. Но будут и другие, которые чем-то будут похожи на эту, но тем не менее будут отличаться. На сайте центра вы можете найти более подробную информацию о комплексной курсовой реабилитации к независимой жизни и узнать все интересующие подробности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok